Мы опять сами не просто декларируем, а мы каждый раз вам показываем, что если мы говорим, что у нас диагностика и лечение едет к пациенту, это действительно так. А пациентов становится все больше. В перинатальном центре «Мама» на свет появилось уже свыше 200 малышей. Открывшись свои двери ровно месяц назад, один из крупнейших медицинских комплексов по охране здоровья матери и ребенка не перестает удивлять своими техническими возможностями. Накануне здесь в полную мощь заработала клиника-диагностическое отделение, рассчитанное на 150 приемов в день. Здесь предполагаются приемы акушер-гинекологов, приемы врача-терапевта, эндокринолога, уролога. И не случайно рядом с этим отделением у нас находится отделение и ультразвуковой диагностики, и рентген-диагностики, то есть женщины и офтальмологический кабинет. Одними из первых с возможностями отделения ознакомились представители средств массовой информации. Осмотр начался с кабинета офтальмолога. Новое оборудование позволит оперировать пороговые стадии ретинопатии недоношенных детей. Подобные хирургические вмешательства с недавнего времени стали проводить непосредственно в детско-областной больнице. Но главное отличие мамы в том, что ретинальные камеры здесь передвижные. Доктор самостоятельно не тревожит ребенка. Спустится в отделение патологии новорожденных или реанимацию. В кабинете лечение получат только беременные пациентки и действующие мамы. Обследование непосредственно у постели пациентки, возможно, и в кабинете УЗИ. Его оснастили лучшим в области парком ультразвукового оборудования. Три мобильных аппарата экспертного класса с возможностью перинатального скрининга, то есть ранее выявление тех или иных отклонений в развитии плода. Рюсона 8 и 6 являются аппаратами экспертного класса для обследования именно беременных женщин. Они позволяют нам создавать в живом времени картинку 3D изображения. Позволяют нам максимально увеличивать изображение и максимально быстро и качественно находить аномалии развития беременности. Диагностикой наследственных болезней, хромосомных нарушений плода занимаются в лабораториях медико-молекулярно-генетических консультаций. Своевременную помощь в перинатальном центре смогут получать не только беременные женщины и маленькие пациенты. Диагностирование предполагает прием семейных пар. А это цифровой рентгеновский аппарат российского производства. Проходить обследование на нем могут взрослые, дети и даже новорожденные с помощью специально фиксированной люльки. В которую укладывается новорожденный ребенок, закрепляется здесь, чтобы он шевелился. Вы же знаете, что когда вы приходите на обследование, нужно неподвижным быть. Новорожденный ребенок у нас неподвижным не может быть, мы должны его зафиксировать. Сюда ставится кассета и делается снимочек. В перинатальном центре, ко всему прочему, для врачей важно психологическое и эмоциональное состояние пациенток. Для специальных сеансов здесь, на седьмом этаже, организована инновационная среда – сенсорная комната. Сенсорная комната у нас функционирует в двух режимах. Темная сенсорная комната и светлая сенсорная комната. Вот сейчас у нас темная среда, и эта темная среда предназначена для релаксации, расслабления и оптимизации эмоционального фона наших клиенток. Светлая зона предназначена для работы и коррекции эмоционального и познавательного фора, к примеру, второго ребенка в семье. Чадо играет со специалистом в то время, пока его беременная мама проходит курс песочной терапии все в том же светлом режиме. Вы молодец. Мы понимаем, о чем идет речь, и понимаем сейчас ваши чувства и ваши желания. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.